Продолжение следует... И именно вашим советом в борьбе моей с радикулитом я перешла с дивана за свой любимый рабочий столик. Спасибо вам еще раз. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же основные события вас ожидают в мае месяце. Начнем, конечно же, с настроения. О, а настроение так кардинально может поменяться, друзья мои. Очень, очень поменяться. Как бы, вы знаете, произойдет перелом, обновление. И я не побоюсь этого слова, может быть, даже озарение в чем-то. Это кармическая карта. И, более того, это произойдет благодаря, ну, скажем так, судьбоносным каким-то вещам, благодаря высшим силам, вполне возможно. Но, тем не менее. Тем не менее. Ну что ж, давайте посмотрим, об какой сфере это может произойти. Деловая сфера. Карьера, работа, дела домашние, дела хозяйские. Что здесь у нас? Карта умеренность. Так. Ага. Семерка мечей. Ну то, что вы поменяете планы в этом месяце, очень даже большая вероятность. Да, придется что-то урегулировать. Причем, это не одно дело будет, а несколько дел. Может быть, взаимосвязанных между собою. Да. Вот особенно, кто занимается ремонтом или какими-то другими строительными делами. Здесь не исключено, что вы от чего-то можете отказаться, переиначить, а может даже и кардинально поменять свои планы. Да. Интересно, почему это так произойдет. А, благодаря какой-то, друзья мои, полученной информации. И либо подсказке, либо вмешательстве в ваши вот эти дела какого-то человека. Да, какие-то новости будут, которые как раз и повлияют на ваши все вот эти события. Могут, могут ворваться неожиданные события, которые как раз и дадут смену обстановки. Ну, конечно, это может быть и ваше именно настроение, как-то новое видение. Но, однозначно, что настроение связано, может быть, с деловой сферой, друзья мои. Очень сильно связано с деловой сферой. Ну, давайте посмотрим, а что в финансовой сфере. Как там дела? Шестерка мечей. И карта повешенная. Ну, деловая сфера, конечно, будет связана и с финансовой сферой. Как говорится, одно перетекает в другое, и из другого перетекает в первое. Да, возможно, какая-то финансовая задержка, остановка. Может, кто-то задержит вам платежи. Или будет задержка какой-то сделки, от которой зависит финансовый результат. То есть, вы ожидали получения этих денег, но произошла некая заминка. Кстати говоря, здесь, может быть, и вы сами, инициатором этой задержки, приостановили сделку. Приостановили благодаря как раз полученной некой информации. Либо какая-то поездка сорвется. Или эта поездка вызовет дополнительные расходы. Ну, в общем-то, знаете, неудивительно, исходя из выпавших карт, что у вас настроение по суду. Я даже допускаю такой момент, что кто-то, возможно, у кого-то появится настроение и судится. Да, подать документы в суд. Уж по какой причине, тут сложно сказать. Ну, может быть, даже связанной с поездкой. Может быть. Может, кто-то путевку купил, и не удалось поехать. И деньги были потеряны. Тут причин масса, друзья мои. Но неспокойно. Неспокойно. Я не скажу, что это критично. Уж чересчур критично. Вот. Все, в принципе, решаемо. Но есть шероховатости. Да. Давайте еще одну карту. Да. Эмоциональная нестабильность по этому поводу. Гарантированно. Ну, знаете что? Вот, в принципе, туз-чаш, он говорит о положительных новостях. И эти положительные новости, они могут вызвать у вас вот такое состояние. Состояние радости, эйфории, обновления, как бы выхода из тупика. Да. Какая-то временная задержка, временное зависание. Даже, знаете, может даже и по вашей причине. Что-то вы переиграете в своей финансовой сфере. Хотели вот так, а потом передумали и сделали вот так. Ладно. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить в сфере отношений. Начнем для тех, кто в паре. Ну, пятерочка Пентакли, конечно, не говорит о какой-то стабильности. Она больше говорит о желании получить больше ласки, больше защиты, теплоты. Согреться любовью, согреться душою. Вот именно от партнера. Хотя, вы знаете, может быть это и не ваше состояние. Может это состояние вашего партнера или партнерши. Так что присмотритесь. Может он или она захотят от вас вот именно такого отношения. Есть, конечно, момент, что все вот эти передряги каким-то образом могут повлиять на ваши отношения с половиночкой. Ну, повлиять как? Ну, остудить слегка, что ли. Знаете, когда проблемы есть, тут как-то вот уже и не до любви, не до ласки, не до это самое. Все внимание идет именно на дела. Вот то же самое может быть и у вас. Так, ну давайте еще одну карту. Ну да, греховная жрица, она тоже подтверждает некую отстраненность, некую холодность в отношениях. Так, ну а что у свободных львов и львиц? Ну, карта звезды. Появится какая-то надежда. Может быть надежда на новый союз, на новое знакомство. Причем знакомство, знаете, даже не исключено, что за пределами того места жительства, где вы сейчас обитаете. Да. Вот какая-то такая мечта появилась. Может мечта познакомиться с кем-то. Кстати, не исключено, что и какие-то виртуальные знакомства. Может вы зарегистрируетесь на сайте знакомств, вполне возможно. Или каким-то через соцсети, допустим, произойдет это знакомство. То есть, активизируетесь вы там, чтобы познакомиться с кем-то. Так, как будут складываться отношения у тех, кто имеет связь на стороне? То есть, кроме постоянного партнера, партнерши, еще связь на стороне. Ну, здесь девяточка чаш, в принципе, как-то благоприятная. Вы довольны. Вы довольны тем, как идут дела. Хотя, знаете, вот такое ощущение, вам это доставляет, именно вам удовольствие. Понимаете? Я здесь не вижу взаимности как таковой. Но, тем не менее, факт остается фактом, что вы получаете расслабление, что ли. Расслабляетесь в этих отношениях. И пока вас партнер или партнерша вполне устраивает. И вы бы хотели, чтобы все вот так оно и осталось. Так, совет картеру. Король жезлов. Ну, давайте еще одно. Пятерка чаш. Вот, у меня такое ощущение, что карты вам советуют в затруднительных ситуациях обязательно обратиться за помощью. Обязательно. Либо найти специалиста в этом вопросе. Либо найти человека, если это вопрос касается какой-то житейской ситуации. Человека опытного, разумного. Который действительно даст хороший совет. Успокоит. Направит по нужной дороге, если можно так выразиться. Но ни в коем случае не углубляться в себя. Не углубляться в свои какие-то обиды или в свои какие-то горести, переживания, страхи и так далее и тому подобное. Да, общаться. Обязательно общаться. И обязательно обращаться к друзьям, к подругам, к родственникам. Ну, конечно, если вы им доверяете и если у вас хорошие отношения. Ну, то же самое и по деловым каким-то вопросам обращаться обязательно к специалистам. Вот как-то так. На этом я закругляюсь. Мне остается только пожелать вам удачи, здоровья, любви, взаимопонимания. И вообще, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok